МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Михаил Борисович, я выяснила, сколько мужчин живет в нашей стране. Почти 68 миллионов, а вот женщин более 78 миллионов. Так это очень хорошо, Вик. А почему хорошо? Да потому что чем больше женщин, тем больше подарков от них нам достанется. Мы готовы дарить подарки. Главное, чтобы за нас было кому постоять. Дорогие мужчины, я поздравляю вас с этим замечательным праздником. С Днем Защитника Отечества. Спасибо, Вика. И я надеюсь, что Фортуна, как настоящая женщина, сегодня улыбнется в первую очередь мужчинам. Ну, хотелось бы, чтобы не только мужчинам, но и всем телезрителям, независимо от того, мужчины они или женщины. И знаешь почему? Да потому что у нас... Выигрывают! Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день! Дорогие женщины, отложите все домашние дела. Еще раз поздравьте своих мужчин с праздником. И, конечно, пожелайте им удачи и поболейте за них. И мы желаем удачи всем. Сегодня в Русском Лотое жилищной лотерее будет разыгрываться 582 миллиона 733 тысячи 400 рублей. И даже если у вас сегодня нет лотерейного билета, шанс выиграть квартиру в нашей программе у вас все равно есть. Если вы будете внимательно смотреть нашу программу от начала и до конца, вы можете получить в подарок поездку в Москву. Вас ждут незабываемые впечатления в столице. Вам организуют экскурсии, пригласят в театр, на ужин в ресторан. Одним словом, впечатлений будет столько, что вы будете долго об этом рассказывать своим родным, близким и друзьям. И еще вы примете участие в суперконкурсе «Квартира без очереди» и получите шанс выиграть квартиру. Давайте узнаем, кто сегодня будет испытывать фортуну в нашей передаче. Встречайте! Александр Алексеевич Мамонтов, город Вологда. Здравствуйте, Александр Алексеевич! Здравствуйте! Здравствуйте! Рады вас видеть, Александр Алексеевич! Ну, как вы провели выходные дни в столице? Отлично! Ездили! Ездили! Приглашали вас в театр? В театр приглашали на концерт! Ну, прекрасно! А я поздравляю вас с праздником! Александр Алексеевич, с днем защитника Отечества! Скажите, а вы у себя в Вологде живете в частном доме, в квартире? В своей квартире. В своей квартире. Семья большая? Нет, семья небольшая. Сын, жена Люда, сын Сергей. Ну, прекрасно. Ну, а если вы играете квартиру, как вы ей распорядитесь? Сыну. Сыну. Ну что же, я думаю, что мы пожелаем вам удачи. Да. Будем болеть за вас. Мы желаем удачи всем обладателям билетов сегодняшних наших тиражей. И, конечно же, всем телезрителям. Мы начинаем 1220-й тираж русского ладона. Сегодня мы разыграем 100 автомобилей и множество денежных призов. А удача, ваша удача, дорогие друзья, находится в руках Александра Алексеевича Мамонтова из Вологды. Призовый фонд 1220-го тиража составляет 333 миллиона 880 тысяч 800 рублей. Накопленный джекпот 133 миллиона рублей. Ну что же, прежде чем мы с вами начнем розыгрыш этих призов, нам необходимо засыпать бочонки в мешок. Вы мне в этом поможете. Вот он, наш игровой мешок. Нет, 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 нет. Это вот вам сюда, а мне вот сюда, а мешочку вот сюда. И мы желаем удачи всем, кто играет сегодня в «Русское лото». Ну что же, прекрасно. С подробными правилами лотереи «Русское лото» вы сможете ознакомиться на билетах и на сайте 100loto.ru. А я перемешиваю. Перемешиваю. Александр Алексеевич, бочонки. А вы вообще, мужчинка, серьезно, давайте вы мне в этом поможете. Вот здесь горловину так вот держите. Давайте, поработайте, поработайте. Ну вот, хорошо. Хорошо, прекрасно. А я вам сейчас расскажу, а точнее напомню, очевидно, правила нашего суперконкурса. Вам нужно будет угадать, в какой из 10 ячеек находится символический ключ от вполне реальной квартиры. В ходе тиражей «Русского лото» и «Жилищной лотереи» вы сможете набирать баллы. Сколько баллов наберете, столько мы пустых ячеек с экрана уберем, и ваша задача выиграть квартиру, а такая задача перед вами стоит, и эта задача станет легче. Мне остается вам только пожелать удачи. Спасибо. В первом тире «Русского лото» мы разыграем для вас 420 тысяч рублей. Желаем удачи. Итак, по одному бочонку из мешка. Прошу. 88. Все получается. Вперед. 79. 79. Номер 6 и точка внизу. Все верно. Чуть увеличиваем темп. 78. 78. Вот так мы немножко показываем. Телевизионную камеру. Крупные все. 74. 74. 29. Номер 29. Выпустите. Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. Нет, это намного важнее. Предвыигрышная ситуация – это первый поворотный момент, где вам нужно ответить на вопрос, каким номером закончится игра в первом туре, четным или нечетным? Нечетным. Вот нечетным. Прямо так интуиция подсказывает? Да. Вот просто. Я принимаю ваш ответ. Нечетным. Теперь своей недрогнувшей рукой. Три. Номер три. Это номер нечетный. Но игра продолжается. 25. 25. Как сказали, так нечетно. И пошли у вас. 45. 45. Баба Ягка, опять. Стоп игра. Стоп игра. Действительно, нечетный. Нечетный номер. В первом туре русского лото выиграло огромное количество билетов. Точнее, 43 билета. Таким образом, каждый из выигравших билетов получает 9 767 рублей. Поздравляем победителей. Мы поздравляем победителей. Конечно же, с Александром Сеевичем поздравляем. И, конечно же, поздравляем и Александра Сеевича с первым набранным баллом. Ваши аплодисменты. Уборщица Маня, проработавшая в аэропорту 15 лет, знала на 70 языках одну фразу. Куда ты прешь? Я только что помыла. А выигрик я выиграла! Так кричала тетя Маня, и все ее понимали без перевода на всех языках мира. Дорогие друзья, запомните номер Башенко, после которого рассказала свой анекдот Анита Цой. Он понадобится вам для того, чтобы правильно написать сообщение и принять участие в суперконкурсе «Квартира без очереди». Смотрите нашу программу внимательно и до конца. Со второго тура мы начинаем разыгрывать 100 автомобилей. 100 автомобилей я перемешаю, и мы начнем игру во втором туре. Поехали. У вас все хорошо получается. 59. Номер 59. Вы по специальности, Александр Сеевич? Строитель. Строитель. Прекрасно. 43. 43. Хорошо осваиваете смежную профессию телеведущей. 76. А что строите, номер 76? 50. Номер 50. Мы занимаемся внутренней отделкой. Понятно. Внутренней отделкой построенных зданий. Чудесно. 41. Номер 41. А в русской лотовы... Внимание. Следующий ход, 15-й. Это еще важнее, потому что наш накопленный суперприз, который сейчас составляет... Сейчас я вдохну. 133 миллиона рублей! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Русского лото сегодня не разыграл. Не разыграл. Его призовый фон переходит в следующий тираж. Мы продолжаем игру. Во втором туре, прошу вас... 75. Номер 75. Так. Ну что же, пусть идут крупные. 5. Номер 5. У вас все так серьезно. Отлично. А в русской лото давно играете? Давно. Лет 20 уже. Так мы с вами, оказывается, знакомы-то. Да. 44. 44. Ну и какие успехи? Так, небольшие, но почти каждый выходной. Угу. 82. Номер 82. Ну а тогда, когда вас выбрал компьютер, и вы получили приглашение приехать к нам? Номер 53. Номер 53. Что супруга ваша сказала? Ох, очень обрадовались. Ну-ка, поверили сразу или... Да, сразу поверили. Сразу, сразу. Вот это приятно. Номер 16. Номер 16. Некоторые с недоверием так думают, может быть, что-то... Кто-то пошутил из друзей. 26. Номер 26. Ну а на работе дали отпуск? Да. Я пока работаю... Не каждый день. Тогда можно. Угу, понятно. 27. 27. Номер 27. Ну а квартиру выиграете сами отделаете? Да, наверное. 81. Номер 81. А сыну сколько лет? 80. Ну это не... 80 лет сыну, да? Нет, это... Сколько лет сыну? 31 год. 31 год. Ну взрослый парень. Как Серёжа, да? Серёжа. Серёжа. 22. 22. Может, вам уже пора и... Пора. ...внучками обзаводиться-то. 51. Номер 51. Ну я думаю, что квартира его сразу подтолкнёт. Решение вопроса. 85. Номер 85. Ну, девушка-то есть? Есть. Есть, хорошо. Вам нравится? Да. Нравится. 71. Номер 71. 57. Номер 57. А ещё какие-нибудь увлечения есть, кроме работы-то? Есть, рыбалка, лес, грибы, ягоды. Хорошо. 61. Номер 61. Вологда, там же речки такие северные, да? Да. 56. 56. Но рыба есть, да? Есть. Щука, окунь. Ну, туда-сюда. Туда-сюда. 69. 69. А вы название бочонка-то наше знаете, да? Некоторое, да. Ну, вот есть попадётся какой-нибудь. 34. Номер 34. Вы нам назовите. Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. Конечно, тут это дело нам важнее, потому что нам нужно баллы набирать. Последний бочонок из мешка вы вытащили, это был номер 34. Вот он номер 34. Скажите мне, игра во втором туре закончится номером бочонка, который будет больше 34 или меньше? Меньше. Меньше. Так вы решили? Да. Ответ принят. Теперь давайте, Александр Алексеевич, всё от вас самого и зависит. 66. Номер 66. Валенки. Валенки. Валенки, это было больше. Ой-ой-ой. 86. 86. Ещё больше. Вы хотите, давайте я перемешаю. Давайте перемешаем. Да. А то куда-то не туда пошло. Давайте. О! 4. Номер 4. Но игра продолжается. Видите, как. Давайте я маленький. О! 49. Номер 49. Так, сейчас вам повезло немножко. 28. 28. Вроде бы то, что надо. А игра продолжается. 40. Номер 40. Повезло. Проехали мимо. Момент. 37. Номер 37. Стоп игра. Стоп игра. Обидно. Больше, но немного, но больше. Во втором туре выиграли два билета, и оба они были приобретены в Москве. Выигрыш. Автомобиль. На каждый выигрыш и билет. Поздравляем. И мы вас от души поздравляем. Ну вот в данном случае, Александр Алексеевич, поздравить не с чем. Но у вас еще есть две возможности. Ничего страшного. Все еще впереди. Теща приехала из деревни, обращается к зятю. Зятек, а что это у вас такое в кастрюле было? Насилу ели и отмыло. Это было тефлоновое покрытие. Мама. Самое главное, чтобы теща во время уборки не выбросила выигрышный билет. Такие случаи бывали. В частности, вот чуть было, не выбросили билет. Вот женщина, которая выиграла 506 миллионов рублей. Потом как-то дочка подумала-подумала и оставила. Вот так. Так что будьте внимательны. Мы начинаем третий тур. В третьем туре мы с удовольствием продолжаем разыгрывать автомобили. У вас есть автомобиль? Нет. Нет у автомобиля. Играть надо в русское лето. 64. Номер 64. Чуть увеличиваем темп. Время неуклонно движется вперед. 87. Номер 87. 7. Номер 7. Сапог. 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 Номер 7. Сапог. Номер 9. Точка внизу. Номер 9. Точка внизу. Девятый вал Айвазовский. 24. Номер 24. День и ночь, сутки прочь. 15. Номер 15. Ну а вы болельщик футбольный, хоккейный? Да, хоккей люблю. 8. Номер 8. За кого болеете? За ЦСКА. За ЦСКА обычно. 1. 1. Не один, вы болеете за ЦСКА. 54. Номер 54. Я так это угрюмое все выслушал. Я за Спартак болею. Тут мы с вами столкнулись. 58. Номер 58. 83. 63. Номер 83. 62. Номер 62. 35. Номер 35. А вы по жизни человек везучий? Не особо. 12. Номер 12. Дюжина. 46. 46. А почему вот так вы говорите? Не очень. Ну так ничего, вот сверху нагло не валите, да? Нет. 36. Номер 36. Внимание. Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. Александр Алексеевич, в какой третий номеров русского лото будет номер, которым закончится игра в третьем туре? Первая треть, вторая или третья? Вот на экране все номера разбиты на три части. Я думаю, что в средней. В средней. От 31 до 60. Да. Я принимаю ваш ответ. Я принимаю ваш ответ. Так. Дерзайте. 31. 31. С 31 до 60. Начали вы. Уверенно. 10. Номер 10. Это немножко не то. Стоп игра. Ай-яй-яй. В третьем туре определились два победителя. Они приобрели свои счастливые билеты в Санкт-Петербурге и на Алтае. Выигрыш. Автомобиль. На каждый выигравший билет поздравляем победителей. Вовочка, ты почему вчера не был в школе, строго спрашивает мама. Ну, у учительницы был день рождения. Ну и что? А я решил ей сделать подарок. Пусть отдохнет без меня. Ну, а для меня подарок. Ваше ежевоскресное присутствие возле телеэкрана без всяких пропусков. Я вам за это очень благодарен. Ну что же, мы продолжаем нашу игру. Мы продолжаем розыгрыш автомобилей. Итак, продолжаем разыгрывать автомобили. 47. Номер 47. Продолжаем игру. Продолжаем игру. 21. Номер 21. Игра продолжается. Вперед. 13. Номер 13. Выиграл один билет, приобретенный в Москве. Ваш выигрыш автомобиль. Поздравляем вас. Поздравляем и продолжаем розыгрыш. Стан автомобилей. 19. Номер 19. Выиграли 7 билетов. Выигрыш автомобиль. На каждый выигравший билет. Отличный день. 7 поздравлений. 90. Номер 90. Дедушка. Выиграли 5 билетов. Выигрыш автомобиль. На каждый выигравший билет. Удача на вашей стороне. Наши поздравления. 23. Номер 23. Выиграли 8 билетов. Сегодня удача на вашей стороне. Каждый из вас выиграл автомобиль. Поздравляем. Наши поздравления. 73. Номер 73. Выиграли 12 билетов. Сегодня вам повезло. Каждый выиграл автомобиль. Поздравляем. Вперед. 67. Номер 67. Выиграли 33 билета. Выигрыш автомобиль. На каждый выигравший билет. АПЛОДИСМЕНТЫ 77. Номер 77. Стоимость оставшихся 30 автомобилей поделили между собой сразу 54 билета. Таким образом каждый из вас выиграл по 500 тысяч рублей. Отличный выигрыш. Наши поздравления. Сегодня в русском лото мы разыграли 100 автомобилей. Ну а сейчас наступило время разыграть оставшийся денежный призовой фонд. Теперь будьте внимательны. После каждого хода на ваших телевизионных экранах сумма выигрыша и количество выигравших в этом туре. 72. Номер 72. 89. Номер 89, дедушкин сосед. А у вас есть какое-то любимое число? Ну, простое. 13. 13 это уже... А, простое. Да, совсем простое. У нас всего 10 ячеек. Есть число. Есть, да? Вот. И хитрый глаз такой. Есть. Да не скажу. 55. Номер 55. И не надо. Держите про себя. Это верно. 14. Номер 14. Мысль изреченная есть ложь. Да. Поэтому говорить нельзя. 38. 38. До поры до времени, конечно. Когда будет суперконкурс, если и там не скажете, то как мне быть-то? 30. Номер 30. Семнадцать. Номер 17. А у вас бригада строителей? Да. 60. Номер 60. Ну, что они вам сказали, когда вы в Москву решили ехать? Сказали, выигрывай квартиру. Ну, кто-нибудь пошутил что-нибудь, нет? Я знаю, что вообще в бригаде любят же пошутить. Что сказали? Я уж сейчас не помню. Ну, понятно. Ой, хитрый глаз! 68. Номер 68. Точка внизу. Ой, хитрый глаз у вас. Вы, видать, сами любители пошутить. 63. Номер 63. Да, любитель. Иногда. Иногда. 42. Номер 42. Ну, жену когда-нибудь разыгрывали, нет? Да. Бывало. Да, бывало. Расскажете, нет? Нет, не успел. 39. Номер 39, а то дома потом достанется, да? Почему? Чего ты там разболтался на всю страну, да? 65. Номер 65. Жена-то строгая? Строгая. Строгая. Как зовут-то? Людмила. А, ну по отчеству, мне неудобно. Дмитриевна. Людмила Дмитриевна, правильно. Нашего брата вот так надо держать. А то тут расшутится еще. 33. Номер 33. Мы финишируем. 70. Номер 70. 18. Номер 18. 52. Номер 52. Внимание. Внимание. Следующий ход, последний. И вот он, последний шанс в русском лото. Еще в жилищной лотерее будет еще 4 шанса. А сейчас надо ответить на вопрос, из какой половины номеров русского лото будет номер, которым закончится сегодняшний тираж. Первая половина маленькие или вторая половина большие? Вот, внимание, на экран. Там все нарисовано. Первые. Первые, да? Маленькие. Маленькие. Уверена. Маленькие. Я помечаю. Ответ принят. И последний бочонок сегодняшнего тиража. Сами? Последний. А как вы думали? А что вы думаете? Это на беск... Номер 20. Маленький. Стоп игра. Это был последний ход 1220-го тиража русского лото. Ну что же. Есть еще один Маленький. Есть порох в пороховнице. Интервью с именитым ученым. Скажите, а почему вы решили заняться поиском разума в космосе? Вы знаете, на Земле я уже искал. Ну вот, ученый отчаялся найти разум на Земле. А Александр Сергеевич Мамонтов, вопреки всему, ищет удачу и вполне возможно ее найдет в нашем суперконкурсе. Ну а сейчас мы будем с вами искать все, что у нас осталось в мешке. И находим четыре бочонка. Вам надо проверить, пуст ли наш игровой мешок. Да, пуст, мешок. Мешок пуст, очень хорошо. Известие принято от вас. Я называю номера, которые остались в мешке после окончания игры. Номер два. Номер одиннадцать. Барабанные палочки. Номер тридцать два. И номер сорок восемь. Эти номера в своих билетах зачеркивать не надо. По ним еще раз проверьте игровую сетку вашего билета. И если в ней нет ни одного из этих четырех номеров, это значит, что билет выиграл. Правильно. 1220-й тираж русского лото завершен. Уважаемые участники русского лото. Сегодня мы разыграли для вас призов на общую сумму. Внимание. 251 миллион 880 тысяч 800 рублей. Выигравших сегодня 1 миллион 307 тысяч 968 билетов. Накопленный джекпот следующего тиража 215 миллионов рублей. В следующем 1221 тираже русского лото мы будем разыгрывать для вас 20 загородных домов и множество денежных призов. В мешке останется всего три бочонка. Это говорит о том, что выигравших будет гораздо больше. А значит, и поводов для радости у победителей тоже будет больше. Всем привет. Настало время лотерейных новостей. Меньше двух недель остается до главного женского праздника, 8 марта. Так что, господа мужчины, пора готовиться. Подарите своим любимым мечту. Ведь в праздничных тиражах русского лото и жилищной лотереи мы разыграем 50 квартир и тысячи денежных призов. Но это еще не все. Ваши шансы на выигрыш будут выше, чем обычно. Ведь выигрышным будет каждый второй билет. Традиция дарить лотерейные билеты на праздники живет и в семье Корякиных из Новосибирской области. Выиграть крупный денежный приз Людмила и Александр мечтали уже очень давно. И даже знали, куда инвестируют в выигранную сумму. В развитие собственной животноводческой фермы. И вот в 1186-м тираже русского лото им улыбнулась удача. Давайте посмотрим, как им удалось осуществить свою мечту. Мы живем в городе Татарске Новосибирской области. Живем с 96-го года. Я родом отсюда, муж из Казахстана. Вот наше крестьянско-фермерское хозяйство. Мы находимся здесь уже 12 лет. Здесь наши любимицы коняшки. Пойдемте. Красавцы какие! Ох, красавцы! Там молодняк стоит, крупно-рогатый скот. Вот так они у нас все домашние, все наши родные. Вот это наше помещение, где проживают животные. Тут у нас в основном свиньи находятся на выращивании, на корме. Вот такие вот красавцы наши. Вот так вот это наш труд, наша радость. Да, Мишка, да? Да. Там находится трактор из денег, который мы выиграли. 100 лото, о котором мы мечтали. На нем ездит мой муж. Берем еще лотереи, чтобы еще такой трактор нам выиграть. Поэтому надеемся на выигрыш. Будем играть дальше. Сейчас подруги, соседи покупают. Все весь край наш спросили, это правда? Я говорю, да, это правда. Это реально. На почте все знают, что мы выиграли. Сразу же не поедешь на почту, дела. После обеда освободился немножко, ну и поехал. В каждом окошечке человек по 8, по 10 стояло. За мной пожилая женщина заняла очередь. Лотерейки достала. Она говорит, о, еще лотереи люди покупают. Что вы эти берете? Там всех дурят. Тут моя очередь подошла, я подал. Говорю, это проверьте. Она так заулыбалась. Она говорит, ваш выигрыш составляет 640 тысяч рублей. Бабуля там чуть не упала, по-моему. Я только отошел. В двух окошечках все давай не просто покупать, а расхватывать билеты, что там было. Как горячие пирожки расхватали. Людям желаем, чтобы играли, верили. Действительно от души вот желаем, чтобы люди выигрывали. Верьте в это и будьте доброжелательны. Дай бог всем удачи. Вот так выигрыш в лотерею помог Людмиле Николаевне и ее мужу стать настоящими знаменитостями в своем родном городе. Еще раз поздравляем семью Корякиных с этой победой. А сейчас информация для участников лотереи «Золотая подкова» и 6 из 36. Для начала результаты 130-го тиража лотереи «Золотая подкова». В первом туре лотерея «Золотая подкова» выиграл один билет, приобретенный в Ивановской области. Выигрыш составил 100 тысяч рублей. Во втором туре выиграл один билет, приобретенный в Оренбургской области. Выигрыш «Загородный дом». В третьем туре выиграл один билет, приобретенный в Приморском крае. Выигрыш «Загородный дом». Сегодня мы разыграли для вас 7 загородных домов и 50 наборов инструментов. В лототроне осталось всего 3 шара. Их номера 14, 20, 72. Было разыграно призов на общую сумму 19 миллионов 867 тысяч рублей. В следующем 131 тираже накопленный суперприз составит 5 миллионов рублей. Ровно через неделю в следующем 131 тираже лотереи «Золотая подкова» мы разыграем для вас 100 призов по 50 тысяч рублей и множество других денежных призов. Не пропустите. А теперь подведем итоги 130-го тиража лотереи 6 из 36. Выигрышная комбинация тиража состоит из следующих номеров. 6, 21, 35, 29, 32, 11. Всего было разыграно призов на общую сумму 8 миллионов 495 тысяч 400 рублей. Гарантированный суперприз следующего тиража составит 3 миллиона рублей. Смотрите трансляции тиражей обеих лотерей на YouTube-канале «100 лото». Но мы приглашаем вас, дорогие друзья, в наш лотерейный центр. Именно здесь с 9 до 0 часов 30 минут вы можете собственными глазами увидеть, как проходят розыгрыши тиражей государственных лотерей. А с 9 часов до 23 часов вы можете приобрести лотерейные билеты и получить выигрыш. Ждем вас по адресу Москва, Волгоградский проспект, дом 43. Двери лотерейного центра открыты для вас каждый день. Ну а впереди вас ждет розыгрыш 274-го тиража «Жилищный лотерей» и наш суперконкурс «Квартира без очереди». Желаем всем удачи. Нашу программу продолжает 274-й тираж «Жилищный лотерей». Сегодня мы разыграем 20 квартир и множество денежных призов. А между тем Александр Мамонтов из Вологды продолжает зарабатывать баллы, чтобы повысить свои шансы на победу в нашем суперконкурсе «Квартира без очереди». Призовой фон 274-го тиража составляет 90 миллионов 352 тысячи 600 рублей. Накопленный суперприз 25 миллионов 500 тысяч рублей. Желаем всем удачи и запускаем лототрам. В первом туре мы разыграем 210 тысяч рублей. Напоминаю, что подробно ознакомиться с правилами «Жилищный лотерей» вы можете на ваших лотерейных билетах или на нашем сайте stolato.ru. Мы ждем первый шар первого тура. 57. Номер 57. 78. Шар номер 78. 58. Номер 58. 31. Шар номер 31. 26. Номер 26. Внимание! Сложилась предвыигрышная ситуация. А это значит, Александр Алексеевич, вам нужно ответить на вопрос, каким номером шара закончится игра в первом туре? Четным или нечетным? Я думаю, что нечетным. Нечетным. Ответ принят. Ждем следующий шар. 88. Номер 88. И стоп-ыграм! Стоп-ыграм! Увы! В первом туре «Жилищный лотерей» удача сопутствовала нашему участнику из Москвы. Вы выиграли 210 тысяч рублей. Поздравляем вас! Все твои друзья уже женились давно, детей завели, ипотеку взяли в банки, а ты? А ты молодец, ты не повелся. Но если вы, дорогие телезрители, все еще думаете, брать квартиру в ипотеку или не брать, то мы советуем с этим делом немножко повременить, потому что квартиру можно выиграть у нас. И прямо сейчас у вас такой шанс будет. Переходим во второй тур. Со второго тура мы начинаем разыгрывать 20 квартир. Запускаем лототрон. 86. Номер 86. 90. Шар номер 90. 84. Номер 84. Внимание! Следующий ход десятый. И прямо сейчас может быть разыгран накопленный суперприз «Жилищного лотерея», который составляет 25 миллионов 500 тысяч рублей. Мы ждем 10-й шар. Шар номер 15. Номер 15. Накопленный суперприз «Жилищной лотереи» сегодня не разыгран. Его призовый фонд переходит в следующий тираж. Мы продолжаем второй тур. 62. Номер 62. 9. Шар номер 9. 30. Номер 30. 49. Номер 49. 71. 71. 63. Номер 63. 23. Номер 23. 67. Номер 67. 48. Номер 48. 76. Номер 76. 65. Шар номер 65. 79. 79. Номер 79. 73. Номер 73. 13. Номер 13. 87. Номер 87. Номер 87. 17. Шар номер 17. 46. Номер 46. 59. Шар номер 59. 52. Номер 52. 77. Номер 77. 85. Номер 85. 3. Номер 3. Внимание! Сложилась предвыигрышная ситуация. Итак, после того, как из лототрона выпал шар номер 3, сложилась предвыигрышная ситуация, ответьте мне на вопрос. Номер, которым закончится игра во втором туре, будет больше трех или меньше? Вопрос совершенно очевидный. Ответ больше. Тоже больше. В общем, я думаю, что это логично. Ждем следующий шар. 68. Номер 68. 68. 68. 68. 68. Номер 28. Номер 28. 53. Номер 53. 33. Номер 33. И стоп игра! Стоп игра! Стоп игра! Больше! Больше! Во втором туре жилищной лотереи выиграл один билет, приобретенный в Свердловской области. Вы выиграли квартиру! Мы вас поздравляем! Поздравляем! И Александр Алексеевич тоже поздравляем! Первый балл в жилищной лотереи. Есть! Психолог клиенту! Напиши письмо человеку, который тебя бесит, и сожги его. Хорошо. А с письмом что делать? Негативные эмоции необходимо сжечь. А вот положительными мы с вами делимся каждый воскресный день. И оставайтесь с нами. Дальше будет еще больше приятных эмоций. Мы переходим в третий тур. В третьем туре мы продолжаем разыгрывать квартиры. Запускаем лотатрон. 72. Номер 72. 42. Номер 42. 70. Шар номер 70. 82. Номер 82. 50. Номер 50. 14. Шар номер 14. 4. Номер 4. 20. Номер 20. 25. Шар номер 25. Шар номер 22. Номер 22. 29. Номер 29. 34. 34. 34. 43. 43. Номер 43. 5. Шар номер 5. 55. Номер 55. 69. Номер 69. 69. 69. 39. 39. Номер 39. 60. Номер 60. 7. Шар номер 7. 38. Номер 38. 38. 83. Номер 83. 6. Номер 6. 74. Номер 74. 64. Номер 64. Внимание. Сложилась предвыигрышная ситуация. А это значит, вам нужно ответить, Александр Сеевич, на вопрос. Какой третий номеров, шаров жилищной лотереи будет номер, которым закончится игра в третьем туре? Первая третья. От 1 до 30. Ответ принят. Ждем следующий шар. 35. Номер 35. 35. 1. Номер 1. 21. Номер 21. 2. Шар номер 2. И стоп игра! Стоп игра! Верно! Верно! Приз третьего тура разыгран. Квартира достается нашему участнику из Ленинградской области. Мы вас поздравляем! И мы поздравляем вас! Квартира и, конечно, Александра Сеевича с таким прорывом интуиции и еще одно очко в копилке. Папа спрашивает у сына. Сынок, а почему бутылка с самогоном наполовину пуста? Потому что ты пессимист? Папочка. Будьте оптимистами, особенно если почти все номера в вашем билете зачеркнуты. Удача совсем рядом. Мы переходим в следующий тур. В четвертом туре мы продолжаем разыгрывать квартиры. Запускаем лототрон. 44. Номер 44. Стоп игра. Стоп игра. В четвертом туре выиграл один билет, приобретенный в Белгородской области. Вы тоже выиграли квартиру. Поздравляем вас. В пятом туре мы продолжаем разыгрывать квартиры. Запускаем лототрон. 19. Номер 19. Стоп игра. В пятом туре выиграли шесть билетов, приобретенные в Саратовской, Ульяновской, Ростовской, Белгородской, Архангельской и Воронежской областях. Каждый из победителей становится обладателем новой квартиры. В шестом туре мы продолжаем разыгрывать квартиры. Удачи вам. Запускаем лототрон. 37. Номер 37. Стоп игра. Стоп игра. В шестом туре выиграли семь билетов, приобретенные в разных регионах нашей большой страны. Объединяет этих победителей одно только что. Каждый из них выиграл квартиру. В седьмом туре мы продолжаем разыгрывать квартиры. Запускаем лототрон. Нам осталось разыграть еще четыре квартиры. 12. Номер 12. Стоп игра. Стоп игра. В седьмом туре выиграли сразу 23 билета. Стоимость оставшихся на сегодня четырех квартир делится между этими победителями. Таким образом, каждый из них выиграл 347 826 рублей. Поздравляем каждого. Сегодня мы разыграли 20 квартир. Сейчас нам предстоит разыграть оставшийся денежный призовой фонд. Размер выигрыша вы будете видеть на своих экранах. Каким номером шара закончится игра в сегодняшнем тираже? Большим или маленьким? От 1 до 45 или от 46 до 90? Я думаю, от 1 до 45. Маленький. Ответ принят. Запускаем лототрон. Шар номер 36. Шар номер 36. Номер 41. 36. Номер 36. 16. Шар номер 16. Шар номер 10. Шар номер 47. Номер 61. 54. Номер 54. 81. Номер 81. 47. Шар номер 47. 75. Номер 75. 51. 51. 24. Номер 24. 11. 11. Номер 11. 80. Номер 80. И стоп игра! Стоп игра! Ура! Увы, большие! Вы знаете, что верблюд может целый месяц не пить. Я говорю, ну да, вроде бы знаю, да, верблюд может целый месяц не пить. А потом все равно сорвется. Друзья, а вам не нужно ждать целый месяц, чтобы поймать удачу. Сейчас очень внимательно слушайте и следуйте нашим инструкциям. Да, уважаемые телезрители, мы надеемся, что вы внимательно смотрели, смотрите нашу программу и запомнили, под каким номером после первого тура русского лото рассказала свой анекдот Анита Цой. Ну а теперь запомните, а лучше запишите номер 80, которым закончился очередной тираж жилищной лутереи и прозвучал анекдот от Аркадия Инина. Ну а нам необходимо проверить, какие шары сегодня из лототрона не выпали. Итак, сегодня в лототроне осталось 4 шара. Это шар номер 27, 32, шар номер 45 и шар номер 66. Эти номера зачеркивать в своих билетах не нужно. Проверьте, если ни одного из этих номеров в вашем билете нет, это значит, вы выиграли! 274-й тираж жилищной лутереи завершен. Но сейчас настало время подвести итоги сегодняшнего тиража жилищной лутереи. Итак, сегодня выиграло 354 185 билетов. Всего было разыграно призов на общую сумму 78 352 600 рублей. Накопленный суперприз следующего тиража составляет 37 500 000 рублей. А в следующем 275-м тираже жилищной лутереи мы будем разыгрывать 10 квартир и тысячи денежных призов. Это будет отличный шанс улучшить свои жилищные условия. Ну а пока оставайтесь с нами и всего через несколько минут мы узнаем, сможет ли Александр Мамонтов из Вологды выиграть квартиру в нашем суперконкурсе «Квартира без очереди». Ну вот, Александр Мамонтович, пришло время нашего суперконкурса «Квартира без очереди». Перед вами на экране 10 ячеек. В одной из них символический ключ от квартиры, которая вам необходима. Номер этой ячейки запечатан в этом конверте. Конверт я передаю вам. Он у вас в руках, но распечатать вы его сможете только по окончании нашего суперконкурса. В ходе двух тиражей русского лото и жилищной лотереи вы набрали 4 балла. Два в русском лото, два в жилищной лотереи. Стал быть, я прошу убрать с экрана 4 заведомо пустых ячейки. Вот. Глаз у вас хитрый. Настроение хорошее. Среди тех ячейок, которые убрали, есть та, которую вы хотели открыть? Или одна из них? Варианты были? Ну, в принципе, да, было. Было. И ушло. Подумайте, назовите номер ячейки, который вы хотите открыть. Есть такая. Есть. Ну? Номер 5. Номер 5. Номер 5. Это окончательное решение. Менять ничего не будем? Не будем. Не будем. Все твердо. Вы человек серьезный. Итак, внимание. Я прошу открыть ячейку номер 5. Она пустая. К сожалению. Сейчас мы с вами узнаем, в какой ячейке ключ от квартиры. И откройте нам все оставшиеся ячейки. Номер 3. Была такая мысль? Была. Была такая мысль и ушла. Ну что же, я прошу вас пройти сюда. Сейчас мы с вами откроем, точнее, вы откроете конверт, и мы узнаем, все ли у нас правильно. Открывайте конверт. И у вас здесь ячейка номер 3. Все правильно. Ну, стало быть, не надо расстраиваться, нужно получать призы и подарки. Не расстраиваемся. А вот и подарки. Это вам. Это вам. И также мы вручаем вам набор лотерейных билетов 276-го тиража жилищного тренда, который посвящен празднику 8 марта. И билеты 1222-го тиража русского лото, который, естественно, посвящен тому же самому празднику 8 марта. Я думаю, что эти косметички, они, как говорится, нам с вами, мужчинам, ни к чему. Подарите одну косметичку своей супруге, а вторую любимой девушке своего сына на 8 марта. И обязательно скажите им, что сегодня квартиру выиграть не удалось. Попробуем это сделать 8 марта, потому что в двух тиражах, в 1222-м тираже русского лото и в 276-м тираже жилищной лотереи мы разыграем 50 квартир! Желаем вам удачи! Спасибо! А вам, дорогие друзья, а всем тем, кто мечтает выиграть квартиру без очереди в нашей программе, вам необходимо сегодня, 25 февраля, до 23 часов 59 минут местного времени отправить СМС-сообщение по адресу 9999. Сообщение должно выглядеть следующим образом. Внимание на экран. Ну что же, наша программа подошла к своему финалу. Необходимо подвести итоги двух сегодняшних тиражей. Сегодня в двух лотереях выиграло 1 миллион 662 тысячи 153 билета. Мы поздравляем, поздравляем всех победителей! Ровно через неделю мы снова встретимся с вами в нашей программе у нас выигрывают! АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова